Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Она запечатлила себя в халате на кушетке. Дочь композитора продемонстрировала перевязанную руку и трещину на губе. Девушка признала, что чувствует себя хорошо и у нее появился аппетит. Спасибо за то, что писали, не волновались, были рядом. Все самое страшное в прошлом. Сейчас только поесть и посмотреть сериал, рассказал Илья. Младшая дочь продюсера показала свою палату. Она лежала под капельницей и многочисленными электродами, которые отслеживают состояние ее давления. Пациентку навестили близкие. Гости решили побаловать девушку любимым напитком. Принесли фрапучино. Похвасталась Илья. Ни Лия, ни ее отец Константин Меладзе не стали сообщать подробности о госпитализации. Продюсер остался верен своему принципу не освещать тему личной жизни. Однако его дочь подчеркнула, что ситуация со здоровьем была весьма опасной. Лия – младшая дочь Меладзе от первой супруги Яны Сум. Девушка пошла по стопам отца. Она занимается вокалом и завоевала несколько наград на музыкальных конкурсах. У бывших супругов также есть дочь Алиса. Она позиционирует себя как бьюти-блогер. У Яны и Константина подрастает сын Валерий. Мальчик страдает расстройством аутического спектра. Напомним, что 57-летний Константин Меладзе был женат дважды с первой супругой, юристом и участницей конкурса красоты «Мисс Украина-92» Яной Сум. Продюсер прожил в браке 19 лет с 1994 по 2013 год. За это время у пары родилось трое детей. Старшая дочь Алиса появилась на свет в 2000 году. Лия – в 2004, а сын Валерий, который родился с диагнозом аутизм – в 2005. После развода с Яной и женитьбы на Вере Брежневой Константин продолжает общаться с наследниками и всячески поддерживать их. Однако Константин признался, что в 2013 он не смог рассказать детям глаза, почему уходит от их матери, и никак не объяснил детям причин развода. Переложил все это на плечи их мамы. Это было тяжело, хотя они умные и поняли бы. Делился продюсер в интервью YouTube-шоу «Власть vs. Влащенко». Вскоре после расставания с Меладзе Сум вышла замуж за бизнесмена Олега. Сейчас она не держит зла на бывшего мужа, о неверности которого с горечью рассказывала ранее. Так Яна утверждала, что продюсер с 2005 года изменяет ей. Так что именно его отношение на стороне стало причиной крушения их брака. На нынешней супруге Вере Брежневой Константин женился 23 октября 2015 года. По слухам, роман пары длился 10 лет до официальной регистрации брака. Церемония состоялась в итальянском городе Форте-де-Имарме. Интересно, что хотя супруги и не скрывают свой статус, они предпочитают не комментировать отношения публично. Сейчас Меладзе счастлив в отношениях, как никогда. Путешествие среди женщин закончено. Я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся. Ведь помню, каково это делился Константин.